друзья всем привет меня зовут рая и вы на моем канале про вязание рая вяжет и сегодня у меня для вас отчетное видео видео мои готовых работах да о том что я проделала за октябрь месяц так ну кто не смотрел все мои предыдущие влоги те знают что я вязала на заказ до кое-что и одна работа которые у меня нет в наличии также у меня было связано детям и их мне естественно не отловить в общем и уже не в особо таком приглядном виде уже эти шапки да в общем я отсняла просто кусочки и вам просто эти кусочки вставлю и вы посмотрите и еще хочу заранее предупредить я сегодня буду показывать только аксессуары да то есть шапки снуды митинги есть еще одни у меня и все как бы таких каких-то плечевых изделий не будет и кому не нравятся такие видео вы просто сразу же отключайтесь и не смотрите то есть будет будут только аксессуары да просто что потом я не видела комментариев таких что навязала одних аксессуаров знаю что некоторых девчонок смотрю и им были такие комментарии я сама на ю тубе как бы канал недавно еще мне такого не писали но подозреваю что могут написать потому что девчонкам писали навязала одних аксессуаров показывать нечего что ты вообще стала показывать в общем я такого слушать видеть не хочу я вас сразу просто предупреждаю отключайтесь не смотрите так а тем кому интересно продолжайте смотреть и сейчас для начала я вставлю просто вам кусочки видео да то что я насняла к того что у меня сейчас нет на руках это что уже дети подзатаскали в общем и потом уже остальное вам все покажу друзья хочу показать вам одну из своих готовых работ этот комплект шапку и шарф я вязала на заказ поэтому я снимаю заранее до видео в общем чтобы вам рассказать подробно что из чего и как ну думаю эту шапку все узнают это офигенная шапка по мастер-классу алины ссылку на канал оставлю обязательно в общем шапочка вязалась вырезался у меня этот комплект из пряжи одну минуточку сейчас покажу alize superlana maxi цвет 21 это серый меланж 100 100 100 100 метров на 100 грамм 25 процентов шерсть 75 акрил так по поводу шапки шапочку я вязала резиночку спицами номер 4 основное полотно спицами номер 5 вязала все точно по мастер-классу алины вот такая шапка единственное что у алины в мастер-классе 6 рапортов у меня 5 потому что толстая нитка так и по поводу шарфа шарф я вязала обычной резиночкой 1 на 1 такой эластичный шарфик мягусенький получился вообще спицами 1 на 1 ой резинка 1 на 1 вот уже заговариваю спицами номер 7 шарфик он сначала у меня получился короткий в общем у меня всего было 400 грамм 4 мотка вот этой пряжи alize superlana maxi вот такой вот стал потому что так как мы сначала думали что будет просто снуд мы заказали знаю я знала прекрасно что на шапку уйдет больше 100 грамм в общем ушло 150 155 грамм на шапку и вот заказали на сно тоже думали то изначально снут вязать такой же как шапка да и я как бы решила подстраховаться взять 4 мотка чтобы ну на всякий случай пускай будет то есть мало ли 3 3 мотка не хватит но потом заказчица у меня передумала ей нужно было нужен стал шарф она мне показала как она хочет его завязывать но я чувствую что ниток-то не хватит и в общем что я сделала я связала шапку 155 грамм и всю остальную пряжу получается два с половиной мотка можно сказать до 245 грамм я полностью в ноль и звезала на этот шарф и шарфик то в принципе вышел у меня короткий я пыталась завязать его так как хотела заказчица но у меня ничего не вышло и что я сделала я шарф сложилась сначала постирала все это дело сложила сначала шарфик я пополам и и разложила горизонтально да ну как обычно на полотне в общем у меня на толстом таком покрывали на своем я разложила и она у меня сохла 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 и когда совсем уже практически высохла совсем немножечко осталось влажности я повесила просто на верев и он у меня вытянулся не скажу что сильно но до нужной длины все что ну сколько мне нужно было он в принципе вытянулся если бы я его еще бы чуть-чуть посушила бы то он бы просто бы не вытянулся а если бы он был более влажный то был бы длиннющий было бы очень бы даже нехорошо в общем он сейчас вытянулся и размер шарфа 196 сантиметров это то что нужно так что если вы будете вязать из этой пряжи не так если не хватает в принципе она если чуть-чуть влажная вытянется так как вам нужно да то есть я я так понимаю что можно регулировать вытягивание зависимости от влажности да но единственное что резиночка она как бы поуже получается немножко стало да ну в принципе это ну нормально для того как заказчица будет завязывать шарф это нормально в общем вот такой комплектик у меня связался ушло ровно 400 грамм все полностью в ноли связала но там вот наверное вот такой кусочек от шарфа потом остался когда я сшивала я аж кстати не сказала набирала петли итальянский набор по моему это называется по-моему да в общем набирала вот этим набором и потом закрывала с другой стороны уже иглой и в общем вот так вот у меня получилось и в общем малюсенький малюсенький кусочек уже остался там вровень с иглой в общем такой все и у меня хватило все тютелька в тютельку как-то вот так подрассчитала хотя обычно я не умею рассчитывать пряжу ну тут прям так подрассчитала что все у меня полностью хватило в общем вот такой комплектик у меня связался так друзья еще одна моя готовая работа в этом месяце это вот такая шапочка шапочка для моего сына с такой вот макушечкой красивучий плохо видно да то что но темный синий темный чернильный цвет вот этот я показывала пряжу в покупках да так вязала из alize lana gold classic в две нитки спицами номер пять на окружность головы я сама честно говоря офигела 60 сантиметров окружность головы у моего мальчика которому 13 лет у него может как у мужика взрослого голова большая да в общем я честно говоря была в шоке мне кажется он такой у меня маленький ансамбль у него такая огромная голова вот в общем сделала за загиб вот такой лицевые поменяла с изнаночными петлями местами да лицевые изнаночные петли вернее местами поменяла вот так вот получилось ну как все девчонки делают да так загиб у меня камера трясется на загиб у меня восемь сантиметров получился всего высота шапки два тридцать сантиметров то есть если я загну ту шапку у меня двадцать два сантиметра вот так вот темка у меня не хотел потому что никаких там напусков припусков чтоб все полностью сидела по голове так вязала спицами номер пять в две нитки alize lana gold classic набирала 80 петель в общем знаете я меряю на себя вот у меня пятьдесят шесть сантиметров до окружность головы так тут у меня так там туго сложная для я мерила на себя мне как раз я мерил на мужа мужу тоже как раз у мужа пятьдесят восемь у меня пятьдесят шесть у сына шестьдесят получается да но он у меня правда и родился такой головастенький в общем на всех вот как раз шапочка сейчас данный момент у меня не стирана и стираться она у меня не будет то есть я ее связала и он прям сразу ее будет носить в общем ждать пока она высохнет он не намерен то есть она уже когда станет грязной тогда только я ее смогу постирать в общем вот так вот вот такая шапочка у меня связалась по-моему сказала все по ней ну если что-то да то потом уже скажу более подробно все равно видео заранее снимаю потому что потом уже когда я буду снимать видео о готовых работах сына мне будет не отловить и шапку мне будет не забрать так что так вот такая шапочка у меня связалась так друзья следующая моя работа готовая работа это вот такой комплект все его знают по нему есть мастер-класс неудачный на моем канале потому что все пишут недовольные отзывы что связала и с темной пряжи я это учла больше с темной пряжи у меня мастер-классов на канале не будет сейчас этот комплектик носит моя дочка пишет вам всем привет она сидит рядом со мной всем привет говорит машет так она сейчас носит этот комплектик и давайте я вам расскажу из чего я его вязала ну в принципе кто меня смотрит те все знают да из чего вязалась и какими спицами alize lana gold classic цвет номер пятьсот тридцать восьмой я вот в палитре правда не посмотрела как он называется ну он такой бордовый классный цвет в принципе он на камере передается чуть-чуть может приглушенней да наверное чуть-чуть приглушенней но думаю если с компьютера смотреть то будет уже нормальным цветом так пятьсот тридцать восьмой цвет ну в принципе все наверное знают эту пряжу на 100 грамм двести сорок метров так какими же какой же я ее вязала сейчас вам сначала расскажу а потом уже буду показывать у меня тут моя подсказочка какими я вязала спицами так шапочку я вязала номером 3 25 была вязана резиночка и номер 3 75 основной узор вот такая шапочка у меня связалась вот я вязала образец именно вот пока как она на образце так она и тут да в общем одинаково связано так а снуд у меня вязался снуд в два оборота спицами номер пять ну снуд конечно шикарный он уже правда помятый доча его носит потому что прям так сворачивает он так кучкой лежит не прибирается я не отпаривала ничего не делала снуд два оборота ну в общем длина снуда 120 сантиметров я просто сшила его декоративным швом я честно говоря даже мне сейчас самой не найти этот шов аккуратно так получилось кто более-менее может что-то понимает да можете посмотреть мастер-класс вы возможно там в чем-то и разберетесь ну тогда я сама вот пересматриваю мастер-класс мне все понятно но мне естественно понятно потому что я его сама снимала и я знаю что я там вяжу и что снимаю да а вот кто еще начинающим вязальщицам сложно мне даже на почту написали что переснимите мастер-класс ну точно такой же мастер-класс я пока делать не буду в ближайшее время потому что ну если конечно может будет заказ на похожий комплект то может выделю время и сниму мастер-класс в принципе это недолго так ну у нас было все кто кто меня смотрел все знают что были еще варежки но доча у меня одну варежку умудрилась потерять вот правая у нас есть варежка левую мы потеряли я начала вязать я почему-то думала я же вязала в прошлом месяце у меня еще темно-синий комплект был из такой же пряжи тоже из ланы голд и у меня я почему-то подумала что у меня от красного комплекта осталось нормально пряжи там по моему 70 грамм что ли а от синего комплекта я подумала что осталось мало совсем и в общем я перепутала я в итоге у меня совсем мало было пряжи но там кто смотрит мои недельные влоги вы видели в общем я начала вот все что у меня хватило я уже думала распускать образец но толку то никакого потому что все равно не хватит ну хватило бы вот до сюда и все бы а ведь еще нужно будет мысок закрыть и пальчик связать ну в общем нужно будет заказывать пряжу и еще вот я не знаю если другая партия будет будет другой оттенок цвета наверняка то есть если что нужно будет вообще полностью все варежки распускать и перевязывать другие или не знаю в общем еще мне кажется что шапка дочери маловато да женя сидит головой мотает но она носит нормально но на зиму конечно эта шапочка не пойдет или подклад под нее делать если сделаю подклад то тогда шапка точно будет маловато вот такой вот у нас комплектик ну да она у меня планирует вот сидит шепчет будет розовая она планирует у меня заказать куртку с интернет магазина через группу вконтакте и там в подарок идут шапки она уже себе подобрала там розовую шапку с помпоном а уже передумала ну понятно в общем мы пока еще будем заказывать соберемся заказывать куртку она все 20 раз еще передумает так в общем вот такой вот у меня связался комплектик помпончик я тут присобачила натуральный енотик у нас заказываю с питера с магазина этот 17 сантиметров диаметры женьки нравится ладно вот такой вот комплект продолжаем и сейчас я вам буду показывать то что как у меня вот здесь лежит в моем в моем тазике у меня тут тазик такой небольшой и тут положено мои шапочки так но начну я сначала вот с таких митинок с офигенных ну кто смотрел знают мои злоключения с этими митингами да они у меня перешли из сентября то есть я их уже связала в начале октября они у меня уже так поношены хорошо уже видно что катышки тут появлялись довольно таки сильно но они мне послужили хорошо вязала я их вот к этой шапке это шапка у меня с прошлого месяца но просто я вам хочу дать показать что как что почему я вязала эти митинги в общем вязала шапку из пряжи yarnart норвей на 100 грамм 105 метров по моему так не ошибаюсь тоже кто знает меня смотрели да те знают что я вязала распускала прошлогоднюю шапку и из этой шапки перевязывала вот эту офигенную так ну а с митингами вообще был бесплатный концерт вот осталась эта пряжа от этой шапки да в общем но пряжа то толстая то есть я думала сначала рукавички связать на рукавички знаю что не хватит решила вязать митинге но очень толстая пряжа и на офигенный узор ну там было бы очень много тут вот это вы именно на руке широченная бы была на клешню бы великана бы было да и в общем что я стала делать я стала эту ниточку расслаивать это я для тех кто меня не смотрел кто не знает до рассказываю так в общем там было в этой пряжи 6 было тоненьких ниточек я расслоила на 3 по 3 ниточки сделала и в общем вот связала я вот такие вот митинге себе так и на 3 ниточки расслоила вязала по моему спицами номер 3 и только-только у меня хватило у меня вообще остался малюсенький моточек вот такие вот митин очки в принципе я довольна они мне послужили осень сейчас уже конечно прохладно не ходить ну так они мне послужили так что вот по идее это мои моя самая первая работа в октябре месяце так дальше офигенная шапка я вязала из смесовой пряжи смесовая пряжа от по моему от пихорки меня вот даже не осталось этикетки по моему от пихорки но там моток шел 200 грамм 200 метров по моему так до 200 грамм 200 метров по моему я не ошибаюсь я вязала в общем где-то у меня это было записано вот подождите вязала резинку номером 4 спицами номером 4 основной узор вязала спицами номер пять ну вот конечно я вам скажу что на камеру вроде такой цвет ничего получается да но на самом деле он не такой но мне так нравится но как заметила моя дочь шапка страшная именно сама пряжа да тут честно вот я даже не знаю видно вам нет вот что пряжа в ней вот такие вот волосины прямо сейчас достану вот видно да вот такие волосины и она вся вот в этих волосинах они прям достаются вот так не видно вот на фоне моих волос да вот эти волосины и она вся в этих волосинах вообще но она такая теплая я думала вообще вот у меня эти 200 грамм моток 200 грамм я думала еще связать варежки но у меня шапка весит 140 грамм я начала вязать варежки сначала но вижу что у меня очень много уходит до 60 грамм осталось из начала вязать варежки я вижу что у меня не хватит ни туда ни сюда будет в общем я так оставила тот моточек и все но шапка теплая я давайте я ее сейчас на себя примере я вообще подумала ее забрать себе если вот допустим вот так вот и наносить конечно куда-то на выход я ее не одену да но если выйти зимой снег почистить да на улице самое то она вообще теплая на теплая теплая вот так что в общем вот такая шапка офигенно я вообще тогда просто собралась эти офигенные шапки вязать по алининому мастер-классу да они мне вообще нравятся так у меня еще сколько просят на заказ связать я уже одной женщине связала я просто думаю у нас пол деревни что ли будет ходить в этой шапке как инкубаторские это называется или как так дальше идем дальше следующая шапочка моя вот такая вот знаете эта шапка она тяжелющая она весит 260 грамм но сейчас я про нее побольше подробно расскажу в общем кто меня смотрел те знают что я распускала комплект я вязала дочери в прошлом году это был комплект шапка снуд варежки у меня в одну ниточку я вязала пряжа олимпия спарта 220 метров на 100 грамм в общем у меня был связан снуд варежки и шапка я распустила шапку со снудом и я думала что я свяжу шапку и снуд в один оборот такой трубой да и все и сниму мастер-класс кстати по шапке мастер-класс есть но он еще не на канале мне его нужно еще смонтировать и там один кусочек переснять вы знаете я стала вязать эту шапку в две нитки так сейчас я вам скажу я ее кстати назвала шапочку морской бриз потому что цвет бирюзовый но камера естественно не передает и бирюзу наверное ни одна камера не передаст по нормальному так резиночка номер четыре основной узор номер пять да в общем я стала вязать эту шапку получается у меня было наверное грамм 400 потому что я оставалась у меня тогда 500 грамм всего было да я тогда тот комплект связала у меня по моему еще нитки оставались потому что я на заказ митинги вязала в общем результат такой что шапка огромная тяжелющая но она вот подойдет знаете мне на мой 56 размерной и я думаю она и на 60 прекрасно тоже подойдет у меня правда тут еще не кончики ничего не спрятана она постирана но ничего кончики ничего не спрятаны в общем и это что у меня вязалось да я думала что еще буду вязать снут эту связала шапку я понимаю что ни на какой снут мне не хватит знаю есть только какие-нибудь варежки это стопроцентный акрил шапка очень теплая давайте я ее тоже примере у меня еще будет помпон у меня есть помпончик бирюзовый я его с собой сейчас не взяла искусственный мех бирюзовый помпон когда-то с ярмарки мастеров заказывала набор и вот потом вот к этой шапке прибаты не знаю может кому-то подарю или может тоже также буду сама таскать да есть у меня в принципе куртка голубая вполне можно будет под эту бирюзовую шапку надеть тоже где-то куда-то выйти так и так я сказала что резинку вязала номером четыре основной узор номером пять по моему сказала да да так и сейчас я вам покажу сначала комплект да я вязала на заказ в общем вот у меня такая шапочка вот уже показывалось все это во влогах да но те кто не видел в общем такая шапка у меня связано это пряжа alize angora gold simli у меня было 400 грамм не заказчица предоставила этой пряжи и в общем еще вязался снуд снудик правда у меня немножко влажный у меня тут на фоне машинка стиральная но ей так так у меня такая возможность сегодня только здесь снимать в общем вот такой смутно он уже почти высох до смут в два оборота по центру идет как коса из 27 петель в общем весь набор у меня вышел 320 грамм у меня осталось от двух моточков там вот по 40 грамм моточки в общем остались я вязала в две ниточки в общем ангора gold simli 500 метров на 100 грамм и в общем вот такой у меня получился наборчик шапочка на окружность головы 56 сантиметров две ниточки в общем ну она такая по голове я мерить не буду потому что она уже у меня постирана и в общем ну заказчица только ее на себя уже одень это все я бы не хотела сама ее как бы растягивать своей головой и в общем да как она будет так и будет вот я не знаю передаст ли вам блеск ну я очень конечно не передается близки очень довольна этим комплектом такой ну такой ненавязчивый блеск вообще деликатный до учета немножечко блестит ну не очень заметно конечно в общем вот этот набор и сейчас досохнет и он будет готовым но снот тоже конечно шикарный вот такой вот у меня получился комплекте чик так вот так но есть еще как бы одна считается полноценная работа да это моя но это не готовая работа это тоже комплект это тоже на заказ эти два комплекта и вяжется принципе одной семье да им им нужно будет вместе отдавать это вяжется пряжи из строицка подмосковная 250 метров на 100 грамм секционка да и в общем как бы шапка то если считать как шапку то это одна полноценная работа высчиталась но я не считаю это целой работой у меня этот комплект пойдет на следующий месяц потому что в этом месте я его не успею довязать вяжется снут еще к этой работе давайте я вам сейчас его покажу сразу в общем я вижу вот такой снут но они похожи они совершенно вот эти комплекты да вот в общем шапки одинаковые узоры на шапках совершенно одинаковые просто эта секционка и она смотрится совершенно по-другому да в общем одинаковые узоры на снудах на шапках но к этому вот комплекту вот у меня основе дик вяжется лучшим почти половина вывезом но еще не половина в общем к этому комплекту нужно еще связать будет митинге и в общем этот комплект уже как полноценная работа у меня пойдет на следующий месяц на ноябрь так что на этом все мои готовые работы больше в этом месяце я ничего не вязала но в принципе кто меня смотрел те знают да что в начале месяца у меня вообще все было не очень плодотворно все так не очень замечательно вязалась даже по моему не было желания вязать у меня по идее тогда не знаем что-то было не очень у меня и уже вот последнюю наверное больше десять дней я более-менее так повязану может даже две недели вот ну на этом все больше мне вам показать нечего кому понравилось видео ставьте лайки кто не подписан подписывайтесь на канал всем спасибо огромное за просмотр и всем пока пока